Приветствую! Сегодня у нас вышло очередное обновление BMW M5 F10. Это седан Бурак. Это наш автор. Посмотрим, что ему удалось сделать, изменить. Вот так вот выглядит наша бэшечка. Достаточно неплохая моделька. Единственное, что зазоры между деталями что-то великоваты. Так, кабина у нас одна. Одно шасси. Один двигатель. Двигатель на 560 лошадей. Ой, это будет очень быстро. Так, 7 ступеней коробка передач. Только в одном экземпляре. По интерьеру мы тоже ничего не можем менять. Вот так вот он выглядит. Конечно, такой мелковатый у нас GPS. Мы видим какой-то вытянутый. И он сомневаюсь, что в нем будет хорошо видно. Итак, что у нас по раскраскам? Custom есть. Custom это, я так понял, можно свой скин сюда внедрить. Candy Color мы видим, что ничего не меняется. И также мы можем красить. Давайте ее раскрасим в такой вот красный с элементами черного. Да, неплохой получился цвет у нас. Давайте посмотрим, что у нас по внешнему тюнингу. Здесь у нас мигалочки. Давайте так, чтобы видно было. Да, они на вот таких вот подставках у нас. То есть будет хорошо видно по листу. Ну, как я уже и говорил, почему не сделать шашечку такси, чтобы можно было отыгрывать роль таксиста, я не знаю, почему авторы модов не могут додуматься до такого. Так, аксессуары. Ну, такси есть у некоторых модов. Например, у Volkswagen GTI 7. Там есть таксистная шашечка. Это нормально. Тут как бы эти авторы не могут такого. Так, и у нас по колесам, по шинам один вариант. Сзади добавляется фаркоп. И все, больше тюнинга здесь нет. Так, посмотрим, что у нас по нашему салону. Можно все-таки в интерьере это не сделали, но все-таки можно менять нашу обивку салона. Полностью меняется. И торпеда тоже. Но, как мы видим, текстура, я так понял, отсутствует. Тут просто градиенты какого-то цвета. То есть, ну, какой-то кожи там не стоит ожидать. Вот здесь якобы под дерево сделано или что, или под кожу. Но самой текстуры кожи тут нету, к сожалению. Хорошо, давайте выберем вот такие светлые. Это на поддержка есть у нас поддержка сисола. И, кстати, на фоне этого я бы хотел проверить GPS. Ну, предметы мы уже понимаем, что тут можно нажать, какие вы хотите. Но давайте посмотрим GPS, как тут встанет. Так, поставили GPS. Видим, что он не торчит из окна. То есть, он утоплен. То есть, можно пользоваться вот этим GPS. Вполне себе ничего. Единственное, что он уменьшает нашу обзорность. Ну, это такое... Ну, мы видим, какого качества зеркала заднего вида. Сколько полигончиков. Тут можно мячик добавить, но он нам все перекроет. И здесь можно поставить стандартные предметики. Очки почему-то повернуты. Непонятно куда. Кепку можно поставить. Такое вот. Хорошо. Больше тут ничего менять нету. Нельзя. Давайте оставим вот этот GPS. И посмотрим, сравним его с тем GPS, который сюда вкрутил автор. Покупаем. Окей. И давайте проедемся. Drive. Так. Мы внутри нашего BMW. Мы видим, что в некоторых модах тоже такое было, что лобовое стекло отражает асфальт. Ну, и такие как будто согрязнения получаются. Но это на самом деле отражение. Ну, оно мне не очень нравится. Оно отвлекает от дороги. Давайте включать и слушать. Вот так вот громко он завелся. И что касается GPS. Ну, GPS в принципе нормальный. Он немного, конечно, растянут. Но у нас есть возможность поставить GPS от CISL. И оно уже будет, смотрите, оно насколько ярче и четче, чем встроенный GPS в автомобиль. Вот так вот выглядит салон. У нас есть и даже люк здесь. Давайте включим дождик. Посмотрим, как видим, что проблемы с DirectX. Так, пошел дождь. Он не попадает нам на машина. Машина очень сильная. Очень, очень быстрая машинка. Так, дождь попал у нас на наше лобовое. Давайте. О, отлично. Все отлично стирается. Тут все good. Также, заметьте, тут какие-то есть у нас глюки с текстурками. Видим, что какие-то переходы неправильные. Внизу, как криво, все обрезано. Так, хорошо. Дождик мы можем отключать. Так, давайте включим глюки. Есть индикация, но нет анимации переключения поворотников. Так, ну, в принципе, никак нельзя покрутить. И он немного у нас перекрывает спидометр. Машина очень быстрая. И тормоза просто никакие. Просто тормозить нереально. Она слишком медленно тормозит. Тормозной путь очень большой. Здесь остановимся. Да, улучшен двигатель. Вот такая получилась у нас BMW. Есть вопросы по текстурам. Текстурки не очень хорошего качества в салоне. Нету ни текстуры кожи. Просто идет градиент. Также есть в салоне вот такие вот нестыковочки. Вот видим, как все криво подогнано. GPS растянутый, но как бы еще сносного качества. Хорошо, что есть выбор сисола. И здесь можно поставить сисол GPS, который отлично все видно. И большой вопрос по управляемости машины. Очень плохо тормозит. Очень, очень плохо тормозит. И очень быстро набирает скорость. Ездить на ней просто невозможно. К сожалению, я поставлю только 7 из 10. Ну, не самый худший мод. Но все равно на нем просто не поездишь. Некомфортно на нем ездить совершенно. Всем спасибо за просмотр. Пока.